Пятнадцатый день идет циничная и уничтожительная война против человечества. Два дня ада Армагеддона, который нам устроили русско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия градами, гаубицами, пожилым массивом. Сегодня они цинично растыряли ДСНС. Каждые 30 минут в город Мариуполь заходила авиация. Работала пожилым массивом, убивая мирное население, стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии. Это цинизм. Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя. Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев, которые с надеждой каждый день ждут гуманитарный коридор. А они цинично говорят о том, что он есть. И мы бьемся, пробиваемся, и натыкаемся на мины, на танки, попадаем под грады. Но так гуманитарный груз уже шестой день не может попасть в режиме объявленной Российской Федерацией тишины. Да, оккупированного города Мариуполя. Это самый высокий уровень цинизма со стороны Российской Федерации. Они ведут уничтожительную войну. Но сегодня на всех уровнях идет борьба. Борьба за жизнь нашего города. Борьба за каждую жизнь мариупольца. Начиная от президента Украины Владимира Зеленского. При поддержке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ирины Верещук. Павла Кириленко. Ведется работа над тем, чтобы этот коридор был. Чтобы тот груз, который должен дойти до Мариуполя, дошел. И я уверен, он дойдет. Мы сильные. Потому что мы украинцы. Мы любим нашу землю. Мы любим нашу страну. Слава Украине! Слава Украина! Слава Украине! Продолжение следует...